Всем привет! Сегодня покажу секреты, советы для кого как. Кто-то уже знает обо всем об этом, кто-то ни разу не видел. Все довольно-таки просто, но в то же время сэкономит кучу времени. Так что давайте не будем долго тянуть. Поехали без разговоров! Изолента. Очень полезная лента. В данном совете она поможет не запутаться в проводах. Когда одновременно работаешь сразу с несколькими инструментами, очень трудно понять, где какая вилка. А пометив провода в двух местах изолентой, будет легко отыскать именно то, что надо. Следующий совет настолько прост, что я про него даже сразу и не вспомнил. Для того, чтобы постоянно не вести поиски ключа от болгарки, возьмите и примотайте его к проводу болгарки. И с этого момента он будет всегда под рукой. Ну а этот совет полезен абсолютно любому. Для того, чтобы без проблем повешать на стенный предмет или полочку, неважно, очень выручит малярный скотч. Прилепляем его на место проушин для крепления. Маркером отмечаем места крепежа. Отрываем скотч и приклеиваем его туда, где будет находиться наш предмет. В намеченные места вкручиваем саморезы. Скотч убираем и вешаем без всяких проблем нашу полочку, либо наш предмет. Крепления для полипропиленовых труб помогут вам рассместить ваш инструмент так, как вы хотите. Стоят они копейки, но свою функцию выполняют они на 100%. А теперь нам понадобится двухсторонний скотч и старая коронка по дереву. Обматываем коронку скотчем, все лишнее обрезаем. И поверх наклеиваем наждачку, такой же ширины, как коронка. И у нас получается замечательная мини-точила, которая замечательно справляется с мелкими работами или труднодоступными местами. Ну и последний совет поможет тем, кто работает на улице с электроинструментом. На углах по диагонали вырезаем части контейнера. И у нас получается отличная защита от дождя для соединения розетки и вилки. А вот такие вот советы для домашних мастеров, так скажем. На первый взгляд все просто, но на самом деле это очень выручает. Так что кому-то напомнил, кому-то показал. Ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока-пока!